Серах, 47 глава. Серах, 48 глава. И сердце Он воспевал и любил Создателя Своего. И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя Его и с раннего утра оглашали святилище. И Господь отпустил ему грехи, и навеки возьмет рог его, и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо. Соломон царсал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон. Дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище навеки. Как мудр был ты в юности твоей, и подобно реке, полон разумом. Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами. Имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой. За песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля, ты собрал золото, как меди, и умножил серебро, как свинец. Но ты наклонил череса своих женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою, и я сквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. Что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Но Господь не оставит своей милости и не разрушит ни одного из дел своих, не истребит потомков избранного своего и не искоренит семени возлюбившего его. И он дал Якову остаток и Давиду корень от него, и почил Соломон с отцами своими, и оставил по себе от семени своего безумия народу. Скудного разума Раваама, который отвратил от себя народ через свое совещание. И Ира Раваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, и Ефрему указал путь греха. И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей. И посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение.